За отвагу и смелость жители посёлка Индига приставили к высоким федеральным наградам. На их счету 15 спасённых человеческих жизней. Очевидцы Чернобыльской аварии в преддверии 30-летия самой страшной атомной катастрофы в истории человечества наша съёмочная группа встретилась с жителем округа, ликвидатором той самой техногенной трагедии. С главными новостями дня в студии Ирина Цепитова. За спасение погибающих на водах к медалям МЧС России представили четырёх жителей посёлка Индига, спасших в прошлом году 15 своих односельчан. Соответствующий приказ о награждении жителей НАО ведомственными федеральными наградами подписан министром МЧС России Владимиром Пучковым. Напомню, трагедия произошла в сентябре 2015 года. Вездеход с работниками СПК Индига, переплывая реку Щелиха, начал тонуть в 40 метрах от берега. На помощь утопающим бросились их земляки. В тот злополучный день на борту у снегоболотохода находилось 17 человек. Все они, работники СПК Индига, ехали на работу в тундру, когда машина пошла на дно. Рядом оказались жители посёлка Индига, четыре жителя, да. Ну, три, а четвёртый этот был как потерпевшим, Паньков Николай Станиславович, да. До полу до берега взял лодку, вернулся вот обратно. Так всё быстро происходило, а на самом деле вот разговаривали, говорят, что просто уже виднелись руки у некоторых, там, и женщины были. Если бы ещё там, не знаю, какие-то мгновения, секунды, было бы больше, наверное, жертв. К сожалению, вдвое они спаслись. Четырём жителям Индиги удалось спасти 15 пассажиров и водителя вездехода. В сельсовете решили, героический поступок односельчан не должен остаться незамеченным. В октябре администрация муниципального образования обратилась в Главное управление МЧС России по Ненецкому округу с ходатайством о награждении своих земляков. Спустя больше чем полгода награда нашла своих героев. И вот эти четыре человека, они, то есть, оказали помощь и эвакуировали в сельсове с ночью и заходы. За что министр Российской Федерации поочерил медаль, получаясь в России за спасение погибающих на водах, Барамокина Сергея Газарадовича, Багрова Юрия Александровича, Кожина Сергея Васильевича и Конькова Николая Станиславовича. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас, в принципе, постоянно жители отличаются. Заметьте, на последнее время людей находим в тундре, привозим, наверное, в поселок спасателей. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. 26 апреля исполняется 30 лет со дня Чернобыльской аварии. Последствия самой страшной атомной катастрофы изучаются и сегодня. От радиоактивного загрязнения пострадали 12 областей Украины, 19 регионов России и часть территории Белоруссии. Жертвами Чернобыльской катастрофы, по разным данным, стали от 25 до 100 тысяч человек. На ликвидации последствий аварии работали представители всех регионов Советского Союза. Среди них были и жители Неницкого округа. У одного из них, Николая Коткина, который проживает в Андиге, побывала наш корреспондент Валентина Чибичек. Николай Коткин листает альбом в своей армейской жизни нечасто. Служил, как все, говорит, ничем не выделялся. На фотографиях рядовой понтонного батальона железнодорожных войск. В Чернигове, где находилась воинская часть, служили парни со всего Союза. Так что сегодня найти ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской атомной станции можно практически в любом населённом пункте страны. Железнодорожные войска, как раз все подходы к реактору чистили. У нас замкомзлода был, он ходил с каждой группой к реактору. Ну, короче, первый раз нас кидали, потом второй раз мы уже в отцеплении были, проверили нас. Уже видно, дозу схватили, мы уже чисто в отцеплении были. Когда случилась авария на Чернобыльской атомной станции, в 30-километровую зону вокруг очага стали прибывать специалисты для ликвидации последствий. Только в 1986 и 1987 годах в работах приняли участие около 240 тысяч человек. Общее количество, включая последующие годы, составило порядка 600 тысяч. Задействовали на опасных работах и воинские части. Ликвидаторы, как их стали называть позднее, вели работы в опасной зоне. Каждая смена длилась не более 15 минут. За это время организм получал максимальную дозу радиации. Батальон, где служил Николай Коткин, занимался расчисткой рельсов, ведущих к реактору. «Вагончик такой, 6 сантиметров, свинцовый слой. Будка такая. Подъезжаем, выскочили, почистили, дальше проехали. Трактора там все, там уже чистят, рушат там все». По словам Николая Юрьевича, никакой защиты, кроме респираторов, работникам не выдавали. Загрязненную одежду потом просто закапывали в землю. Да и не знало тогда население, что такое радиация и как она влияет на человека. На здоровье ликвидатор из Антига не жалуется. После армии работал в колхозе газоэлектросварщиком и кузнецом. Потом перевелся в кочегары. Не представляет свою жизнь без охоты и рыбалки. В этом году как ликвидатор и кочегар выходят на досрочную пенсию. Из чернобыльских льгот получал две недели к отпуску и однажды поездку на курорт. В 2011 году получил медаль в память ликвидации катастрофы на ЧАЭС и нагрудный знак участнику ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Вспоминает о событиях тех дней Николай Коткин нечасто. Говорит, что 30 лет назад, как и тысячи жителей Союза, просто исполнил свой гражданский долг. Валентина Чибичик, Владислав Носкин, Телеканал Север. В одном из домов по улице Поморская украли тепло. С утра жители недосчитались общедомового имущества. Воры унесли из подъезда все радиаторы. Подались на заработки и в Республике Коми раскрыли убийство жителей Наринмара. В Усинске раскрыто убийство трех жителей Наринмара. Преступление было совершено в воскресенье 3 апреля. На номер службы первой медицинской помощи от мужчины поступил звонок, на который выехала дежурная бригада. Однако по прибытии на указанный адрес дверь квартиры никто не открыл. Медики вызвали МЧС и полицию. Прибывшие сотрудники вскрыли дверь квартиры. Внутри жилого помещения оперативники обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Кроме того, в квартире находился мужчина, у которого имелись множественные резанные раны и ножевое ранение в области спины. В последствии данный гражданин от полученных ранений скончался в больнице. Установлено, все погибшие – жители Наринмара. Они приехали в Усинск на заработки и проживали в арендованной квартире. По предварительным данным, к совершению преступления причастны двое жителей Усинска 95-го и 97-го годов рождения. Ранее один из них был судим за незаконный оборот наркотиков. Подозреваемые задержаны сотрудниками уголовного розыска и дают признательные показания. Сотрудниками Следственного комитета по Республике Коми проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего. Остались без радиаторов. Сразу на пяти лестничных клетках нового жилого дома в поселке Искатели сняли батареи. Сначала жильцы подумали на управляющую компанию. Мало ли, что случилось ночью. Но служба заказчика домыслы жильцов опровергла, сказав, что работ по замене батареи в ночное время не проводила. Куда же испарились обогревательные приборы, выясняла Любовь Пермякова. Ночь с 3 на 4 апреля для жителей дома номер 16 на улице Поморской была самой обычной. Вот только утро преподнесло необычный сюрприз. Выйдя в подъезд, жильцы обнаружили, что с лестничной площадки исчезла батарея. Потому что я утром вышла поливать цветы, если вы видели, у нас подъезды красивые, подъезды светлые, у нас там цветы стоят. И мы вышли утром полить цветы и обнаружили, что просто лужа, никаких батарей нет. Муж пошел в первый подъезд, посмотрел, там тоже батарей нет. Мы позвонили в службу заказчика, спросили, может быть у нас была какая-то поломка. Нам сказали, поломки не было, техники сказали, мы не вызывались ни по заявкам. И вызывайте полицию. Полицию жильцы дома вызвали незамедлительно. Оперативники, в числе которых дознаватель, участковый, эксперт-криминалист и следователи отреагировали быстро. В течение часа они прибыли на место происшествия. На место происшествия выехали сотрудники полиции. С места происшествия экспертами были изъяты следы рук. Позже было установлено, что к данной краже причастны двое молодых людей. Это 18-летний юноша и 17-летний подросток. Задержанные жители Наринмара. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности по статье кража. Несостоявшиеся воры, вероятно, представили себя героями легендарной криминальной комедии советского времени «Джентльмены удачи». Куда пытались сбыть украденное металлическое оборудование, рецидивист и его сообщник предстоит выяснить следствию. Нанесенный ущерб составил более 28 тысяч рублей. Теперь джентльменам неудачи грозит реальный срок до пяти лет лишения свободы по статье 158. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Сегодня стали известны сроки прохождения паводка на территории Ненецкого округа. По прогнозам гидрометеорологов, ледоход на Наринмаре ожидается 25 мая. Погрешность при составлении прогноза составила плюс-минус 7 дней. Среднемноголетней датой прохождения ледохода является 27 мая. Прогноз по прохождению ледохода в Наринмаре составлен, исходя из сложившейся обстановки гидрометеорологических условий, а также при ориентировании на характер погоды. Комментируя прогноз, начальник гидрометеостанции Наринмара Вера Волик отметила, что вскрытие рек ожидается в сроки, близкие к норме. Уровни воды составят 500-560 см, при заторе 570-630 см. Среднемноголетний уровень воды составляет 5 м 38 см. Неблагоприятной для нашего города является отметка 620 см, опасный 670 см. Напомню, по прогнозам гидрометеорологов, ледоход на Наринмаре ожидается 25 мая. А теперь о том, что еще интересного произошло в стране и в Ненецком округе в рубрике «Новости короткой строкой». В Ненецком округе пройдет электронный аукцион на строительство участка автомобильной дороги на Наринмар-Телевском до съезда к тепличному комбинату «Солнышко». Построить данный участок дороги победителю аукциона необходимо до 30 сентября текущего года. В Наринмаре еще один дом признан аварийным и подлежащим сносу. Выселение граждан, проживающих в доме номер 22 по улице Октябрьской, должно быть осуществлено до 31 декабря 2020 года. В Ненецком округе началась выдача разрешений на весеннюю охоту. Для охоты на пернатую дичь определены три участка – западный, центральный и восточный. Раньше всех охота начнется на западном участке с 9 мая. 21 мая в Ненецком округе пройдет Всероссийский день посадки леса. Для участия в акции планируется привлечь в качестве добровольцев, государственных и муниципальных служащих, работников учреждений и организаций студентов и школьников. Государственные услуги службы занятости населения для жителей Наринмара и поселка Искателей теперь оказывает не МФЦ, а непосредственно Центр занятости. Изменения нацеленные на улучшение качества предоставления государственных услуг службы занятости населения. Лучшие молодой автомеханики и парикмахер Ненецкого округа станут кандидатами на премию президента России. Претендентов на премию выявят в ходе конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Направление сотрудничества арктических территорий двух соседствующих стран обсудили глава региона Игорь Кошин с генеральным консулом Королевства Норвегии. Господин Ули Андреас Линдеман впервые с официальным визитом посетил Наринмар. Телемедицина, развитие аквакультуры и возобновляемых источников энергии, поддержка коренных малочисленных народов Севера, культура, далеко не полный перечень направлений, где могут быть использованы норвежские опыты и знания. Кроме того, норвежцы имеют внушительные успехи по части развития арктического туризма, о чем свидетельствует известная на весь мир круизы по фьордам. Технологии и знания – главная ценность в современном мире, поэтому мы готовы сотрудничать в сфере подготовки кадров и внедрения современных систем, отметил на встрече Игорь Кошин. Особенно интересуют не столько глобальные, сколько малые проекты, имеющие практическое применение, повышающие качество жизни в округе. Господин Линдеман подтвердил готовность сотрудничать по озвученным направлениям. Губернатор предложил провести в Наринмаре малый форум инвестиционных проектов, в котором смогут также поучаствовать и норвежские компании. Северные регионы совместно будут продвигать бренд «Доступная Арктика». Решение сформировать единый маркетинговый бренд было принято участниками первого международного туристского форума, состоявшегося в Наринмаре. Профильные ведомства в субъектах, включенных в арктическую зону России, совместно с представителями бизнеса, разработают туристические маршруты разной направленности, продолжительности и стоимости, которые будут включены в программу продвижения бренда «Доступная Арктика» и подчеркнут уникальность каждого региона. Работа по продвижению бренда будет проводиться через средства массовой информации, туристические интернет-порталы и социальные сети. Готовность оказать поддержку в формировании интереса к арктическим турпродуктам выразила Ассоциация арктических СМИ. В округе будет использован опыт Всемирного фонда дикой природы по отгону белых медведей от прибрежных поселений. Чтобы на месте убедиться в готовности местных жителей к новому сезону миграции арктического хищника, эксперты фонда и Центра природопользования и охраны окружающей среды Нинецкого округа побывали в Амдарме и Усть-Каре. На встречах с местным населением руководитель проекта Всемирного фонда дикой природы «Медвежий патруль» предложил использовать опыт Чукотки. Там для оперативности разработана система звукового оповещения о подходе медведя. Подобная звуковая система в скором времени появится в Амдарме. И Центр природопользования, и Всемирный фонд дикой природы готовы поддерживать местных жителей резиновыми пулями, фальшфаерами, горючим. Но нужно понимать, что для эффективного разрешения конфликтов «Человек-белый медведь» необходимо создавать сильные команды на местах. Вылет бригады из Наринмара возможен только в критических случаях, когда не удается отогнать животное, и он угрожает безопасности жителей поселка. «Есть больные медведи и так далее и тому подобное. Или он привык здесь, будет ходить. Для этого и создана наша группа, чтобы прилететь, такого медведя проблемного отстрелить. То есть, если ваши мужики уже не справляются, то есть медведь здесь постоянно начнет жить, то это уже действительно угроза, опасность, потому что вдруг он еще и больной, ему питаться негде будет, и потом будет проведеть дверь». В феврале текущего года по инициативе губернатора Игоря Кошина в округе была создана рабочая группа по предотвращению конфликтов «Человек-белый медведь». Это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова